И так, у нас, значит, вот она, наша тушка. Здесь сразу видно много переделок в ней, да? Наверное, даже многие незаметны пока что. Так, ну, все эти переделки связаны там с определенными нюансами данной конструкции. Значит, здесь сразу бросается в глаза какое-то отверстие. Тут стоял переключатель огня. Конструкция данных переключателей огня, она очень плохая. Она очень слабая, поэтому она очень быстро выходит из строя. И на данном этапе было временное принято решение снять это. Ну, да, это временное решение, я так понимаю. А вообще, то есть, причина, наверное, была... То есть, это во многих, кстати, обзорах письменных, я просматривал, как-то помню, было указано, что меняет вот этот как раз-таки болт. Винт на другой, более диаметр. Здесь стоит неродной, там, шестигранный такой, да, маленький вообще. Здесь поменен, чтобы он фиксировался там, хоть как-то. Значит, далее я хочу сказать о том, что данная реплика SG-550 была сделана чисто под американский и японский айресофт для закрытых строений, поскольку проводка в нем – это вообще что-то. Да, это с этим большой, надо учитывать момент, действительно, пушка приходит, привод приходит в базовой версии чисто под, можно сказать, айресофт европейский, там, американский, там, паркетный. Да, паркетный айресофт. Акредный паркетный, там, где все цивильно, чисто, сухо. Он боялся влаги, боялся... у него выхлоп был, по-моему, в... 80 метров в секунду. 80 метров в секунду, да? Да, 80 метров в секунду. 80 метров в секунду, то есть, это слабые показатели, учитывая вообще, что из него можно сделать. Поэтому, учтите все эти моменты, что в базе вы не сможете достать из коробки и пойти бегать, стрелять. Значит, что касаемо проводки. Проводка – это трехсоставная проводка, на самом деле, так, ну, или там, двухсоставная. Значит, здесь вот видно следы вырубки пластиковых креплений, куда приходились клеммы от проводки. Значит, базовая проводка состояла таким образом, что была клемма здесь, плюс или минусы, вторая клемма была здесь. Это даже нельзя называть клеммой, это просто прилегание двух контактов между собой. То есть, не было никакой герметичности, не было даже никакого постоянного контакта, ничего не было. То есть, если ты чуть-чуть не нажмешь, правильно не поставишь, установишь, или там чуть-чуть отошел у тебя, да, Верхний, с нижним ресивером не сведешь. Получается, если так понять, да, то есть здесь, да, был один контакт, и здесь, да, был, на ушке вот этом был один контакт. И вот они как бы соединялись, вот эта часть отходит, она соединяется с этой, и вот здесь было соединение. И здесь было соединение. То есть, под прямо магазином, извини, прямо под магазином, мокрый магазин вставляешь, вставил, все, у тебя по всей проводке вышла. То есть, это очень такой большой минус, конечно, был. Что тут еще такого? Значит, это вызывало очень большие проблемы, потому что очень часто, когда ты рукой привод там дернешь, там куда-то, они отходили, и он перестал просто напрямую стрелять. Да, были такие прицессы, но начали не понимали, в чем дело. Далее. Это вообще феноменально. Привет Азии называется. Даже не Америка, Азии. Здесь выходила вторая часть данной проводки, данных вот этих соединений, которые мы только что рассмотрели. Здесь был мини-тайп штепсика. То есть, этот штепсик находился вот здесь, да? Да, он здесь выходил, во-первых, его было неудобно держать, там нужно было, грубо говоря, вот так вот пинцетом держать одной рукой, а второй рукой соединять. Я так помню, кстати, там, по-моему, был он не в таком виде, он в чернике такой был. Он вроде там капитально стоял, у нас в винтах укрепился. Это возможно. То есть, он как-то так был. У нас нет сейчас оригинальной базы, как там было на самом деле, но это было паршиво. Далее. Здесь была установлена трубка по всей длине. От сих до сих. Куда вставлялся никель-кремниевый аккумулятор, трубчатый, назовем так, симметрический, во всю там длину, ну или какой там лес. Значит, все это требовало, опять же, если нужно было поменять аккумулятор, нужно было газовый регулятор провернуть, отчелкнуть данный фиксатор, проворачиваем газовый регулятор далее, вынимается он газовый регулятор, пружина, и вот это вот фиксатор данной трубки защитной вынимался. То есть, тогда мы могли снять аккумулятор. Сейчас это дело все было убрано. Также в базовой проводке у нас имелся предохранитель на 20 ампер, тоже раздельный с двух сторон. На 20, не на 30, как это либо ставить, тоже был снят. Ну, сейчас, да, здесь выяснилось, что проводка выведена в эту часть, она как-то так идет, туда-туда-туда, в принципе, теперь она идет конкретно от гира. А раньше было две составляющие. Три составляющие, отдельно предохранитель, отдельно вот эта часть, и отдельно от гирбокса, мотор. То есть, как-то все странно было немножко в этом плане. Ну, и плюс, кстати, да, в саму трубку было не засунуть, ну, 7,4 было тоже не засунуть, его надо было расточить. Да. А этот тем более. И, естественно, если вы хотите тюнить пушку, то это вам не получится поставить такой, вам придется что-то новое, думаю. Либо как вот здесь вот. Ну, у этой трубки было единственное плюс то, что он просто защищал аккумулятор и чуть-чуть держал внешний вид в порядке. Ну, да, в принципе, теперь вот эта вся часть, это чисто, вот, пришлось пожертвовать. Здесь стоит силиконовая защита, так скажем, водяная. Теперь твоя вода уже не попадает. Значит, далее мы окунемся вовнутрь. Так, а вот еще вижу, пока мы не ушли далеко. Да, точно. Здесь, смотрю, тоже добавочка какая-то есть. Это явно не заводская. Она чему служит? То есть сейчас магазин, ну, вот этот, как он называется вообще? Он довольно-таки... Это фиксатор для магазина, назовем его так условно. Он модифицирован был. Для чего это было сделано? Это было сделано для того, чтобы он дожимал магазины. Потому что у данного привода, я думаю, что у всех приводов имелась такая проблема, что магазин, когда ты его вставляешь, его нужно было дожимать рукой для того, чтобы начиналась подача. Потому что данный фиксатор просто не фиксировал магазин. Ну и плюс он, по-моему, еще как-то выпадал очень легко. То есть там легкое нажатие такое было и можно было потерять магазин. То есть он так легко нажимался. Здесь усиленно стоит пластина металлическая. Гнущаяся пластина, эластичная, чтобы она не принимала какую-то соприльную форму. Базовые пружинки, но не хватает мощности. Для того, чтобы нам снять нижний цивилл... Держит пин, да? Да, здесь держит этот пин пластик. Вот здесь мы это видим. Нажимаем на пин, он освобождает тушки. И вытаскиваем его. Поначалу как все было молотком. Достаточно тяжелая часть. Да, из-за сошек. Сошки можно легкую... Вот они снимаются, в принципе. Так, здесь вот смотрю уже, но... Такое, кругое наведение, что вот эти болты, как видно из базы, они держали сам ствол. Внешний стол, да? Да, с ствольной коробкой. Данный винт держит камеру HOP-HOP. Тонкостей. Проводка помечена. Кстати, вопрос тоже, наверное, уже назрел, как только увидели привод. Почему такая рукоять? Ну, базовая рукоять была... Кстати, какой здесь версии гирбокса? Тоже сейчас, связанные с дверей. Да, на приводе стоит гирбокс третьей версии. А рукоять почему такая? Нет, третья. Рукоять такая, потому что в базе шла рукоять более похожа на M-серию, куда она крепилась винтами вроде меня. Да, как-то она там винтами, внутри там были винты, то есть она как-то туда окрепилась, там самая рама была. Крепилась по схеме M-серии. Сюда заснулся мотор, и регулировка мотора была очень плохая. Она, в принципе, не регулировала мотор, там что-то было нарушено с завода, причем, грубо говоря, обратно, мы не стали с этим связываться. Значит, сюда была поставлена рама, здесь, в принципе, я так понимаю, это временное решение было на тот момент. Значит, сюда была заказана рама, как на третьем гирбоксе ставится там МК-типа для фиксации мотора, потому что родная рука также нарушала, значит, расположение мотора внутри себя, что вызывало сильный перегрев мотора, повышенный износ, пришлось решить это таким образом. В следствии чего была заменена рукоять на более подходящую, такой экспериментально-временный экземпляр. Ну да, то есть резиновый, какая-то хитрая доформа была, видимо, такой вот метод решения грубый очень. Так, далее, нам нужно для того, чтобы вытащить гирбокс, нам нужно отсоединить вот эту вот деталь. Да, она с той стороны, да, она с той стороны, для этого отсоединяем, откидываем сам приклад. Тут шестигранный винт мы имеем. Так, все. А, ну, получается, вот эта вот часть, наверное, держит... Эта часть по-любому его держит. И держит приклад сам. Здесь сейчас не пугайтесь сильно. Тут стоит временный... А, кстати, вот тоже сразу бросаются глаза. Это, во-первых, винт, да, другой? Другой винт. Да, во-вторых, уплотнитель. То есть, почему это было сделано? Потому что родные винты у G&G очень плохого качества. Которые, кстати, изнашиваются достаточно быстро. И там, отыграв пару серьезных игр в непаркетном страйкболе, мы лишаемся винтов. Ну, да, то есть, в принципе, сразу же нужно будет заменить болты на... Ну, что-то стоящее. Да, более стоящее. Потому что там, по-моему, троечки или даже двоечки стоят. Еще один остался. Кручемся. Где я вынимался? Да. Так, ну, все, все снялось. Так, теперь... Вынимаем нижний ресивер. Значит, ну, про что я говорил. Скидывается, если мы работаем в перчатках. Ну, чуть мешать данный винт. Ну, даже сам процесс удобно, довольно придумывается. Снимается таким образом приклад. С ним можно полностью работать, усилять. Если надо, можно выбить данный штифт и его снять. Так, отложим его в сторону. Перед нами гирбокс. Опять же, временное решение данных шестерней. А вообще шестерни, вот в каком они виде. Нам пришлось заказать новые шестерни, я сразу говорю. Во-первых, данные шестерни из лумина. Изнашиваются точно так же быстро. Чтобы это дело хоть как-то работало, не имея там ничего другого. Да, был временно изготовлен для тестов из нержавейки. Но это даже не для тестов, просто нужно было срочно ехать на игру и пришлось делать это на коленках. И не было токаря никого в тот момент. Да, токаря отказываются на самом деле делать. Потому что, вот сами посудите, вот эта запчасть, это вот она, по-моему. Да, это оригинал. То есть, оригинал изготовить, на самом деле, с одной стороны, сложно очень. С другой стороны, смекалкой русской можно это сделать. И вот она, еще одна особенность, физическое такое, свойство вообще G&G, как они придумали. То есть, здесь нет таких вот этих ушек. Они очень важны. То есть, если вы будете изготавливать, вам надоест постоянно. Вот, кстати, видно, да, троечка, да, по-моему? Да, это М3. Троечка, да. Да, то есть, здесь М4, он туда уже не полезет. Он сотрется, уберется и придется вам все равно делать новую резьбу. Насчет ушек. Они вставляются вот в эту часть. И за счет ушек он не дает провернуть лишние обороты. То есть, в принципе, он сам себя держит даже. Когда ушек нету, он проворачивает и работает как рычаг. И проворачивает тем самым винт, откручивая его. Вот в этом такая маленькая особенность была. В принципе, а вот эта другая сторона была. Вот она. Тоже довольно хитро все сделано. И сколько вот этот комплект стоил? Данный комплект стоил... ...наверное, я в 18-18. Довольно-таки не дешево. Так, значит, перед собой мы видим стандартный третий гирбокс. Болты, видно, все поменены. Винты, да? Винты поменены, да. Тут собранность вообще из... Ну, опять же, привод на тот момент делался на коленке, поэтому менялось практически все. Потому что винты реально говно. Их надо сразу же менять. Из особенностей вижу, что... Не самый сильный гирбокс третьей версии, но не самый продвинутый. Потому что здесь отсутствует отверстие для простого съемок пружины. Назовем так. Далее видно, что чуть-чуть проводка переделана по-своему. Ну, да, проводка совершенно по-своему. А вообще они как-то шли... Тоже очень глупо, на самом деле, они тут шли. Сейчас не припомню. Ну, не суть. Значит, селектор, селектор плейт свой, СГшный. То есть просто третья версия нам сюда не подойдет. Ну, да. Отсоединим мотор. Клеммы припаяны. В базе он 80 метров в секунду. И была такая особенность, что какую мы пружину сюда не поставили, он все равно 80 метров в секунду выдавал. То есть это что-то было в нем не то. Сейчас будет пояснение, что там было не то. Сейчас. Сам тюнинг, на самом деле, в базе, когда вы из коробки достаете, очень обширен, как внешне, очень много тех деталей, которые нужно будет исправить чисто технически. Потому что они как-то недоработаны. И в плане внутреннего тюнинга, опять же, нужно будет очень большая работа. Потому что в базе, ну, это недостаточно. Это несерьезно 80 метров в секунду. Мотор. Мотор, кстати, это черный такой мотор. Тут уже стоит исследовательский мотор с повышенной тяговитостью. Также эти моторы обладают не только тяговитостью, но и скорострельностью. Вообще, я сразу забегу вперед. Сейчас будет пушка, привод сделан под снайперскую. То есть здесь будет, как он сейчас будет вылет примерно? По последним замерам был 165-й вылет. Да, то есть, в принципе, вылет, и точность, и кучность. Пушка, привод доказал свое существование. И вообще, все над ними работами, в принципе, доказал, что он может стоить того. Потому что, бывает, некоторые, вот, покупаешь редкие тушку, а она и не делается никак. Здесь тоже, кстати, многие запчасти, которые делают только G&G. Так, мы пайкой занимаемся. Все. Жалко вам не передает экран запах канифоля. Приятный запах. Вообще, то, что сейчас у нее есть, в принципе, тоже показатели нехилые. То есть, из коробки она выдавала 80 метров в секунду, дистанция, ну, 40 метров где-то, да? До 40 метров, даже порой 35. И была проблема того, что шар летел вообще не пойми куда. Куда-то вправо его все время закручивало. В общем, на базе только в закрытых полигонах. Милсим, как эти называются. То паркет на Airsoft CQB, там, я не знаю, CQB с длинным приводом. Значит, стояли абсолютно неправильные детали, неправильный шимминг, цилиндр на 510-й ствол стоял для MP5 или там еще хуже. Поэтому, да, и ставилась любая пружина, а все равно выдавался 80 метров в секунду. И самое интересное, одна из таких ведущих, ну, на тот момент это была, в принципе, ведущая мастерская в Таллине, сказала, что невозможно решить проблему с вылетом. Нет запчастей, чтобы его отремонтировать. Оказалось, запчасть-то нужна была всего лишь подобранный, правильный цилиндр. Да, просто цилиндр, просто мы не могли прокачать. Так, значит, все ближе и ближе к разборке самого гирбокса. Да, здесь уже что-то поменено, поэтому не судите, что в базе было совершенно иначе. В базе тут была манная каша. Так, стоп-то скину пружинку. Ну, скажу сразу, что данный привод нахапал очень много грязи, его придется полностью отмывать. Будем по системе глубокой очистки его отмывать. Настрел у него около, ну, сколько примерно? Он был на тренировках многих и на играх, и на тестах-то. Ну, я не знаю, думаю, 1200 он успел настрелять. Ну, может, где-то в этом пределе. Может быть, использовался 0,3 шар. Дистанция у него была где-то, наверное, сколько там было? Ну, где-то 65 метров бил, да? Да. 65 метров бил, и кучность довольно-таки умеренная. То есть, в принципе, можно еще кучность добить. Вот это мы сейчас не займемся. Ну, из коробки сколько стоит сам привод? На тот момент привод стоил, значит, порядка 300 евро и плюс доставка. Ну, заказано где-то с Европы, может быть, там даже 300, от 300 до 350 стоил привод вместе с доставкой. Ну, плюс учтите, что вам нужны помимо привода, магазины, ну, аккумуляторы, естественно. Ну, и рис-планка, которая, кстати, отсутствует. Да, рис-планка тоже. Если вы хотите оптику поставить, а на такую пушку все-таки надо оптику ставить. Ее очень удобно, да, ведь снайперскую, что-то, какую-то переделать, вот марсменскую, да? Вот такой образец. Да, так. Значит, привод, пружина стоит SP-150. Да, сейчас это... То есть, это не SP-130, SP-150. Кстати, данный гирбокс показывает свою надежность с тем, что на 150 даже в холодное время года он работал. И мы посмотрим. Ну, да, то есть, он использовал себя в критичных ситуациях порой и в воду, и все, то есть, он этого ничего не боялся. Это были одни из самых главных показателей вообще, вот все, которые нужно будут приводом изготовить. Еще придется... А вот там вот есть эти... куда вставлять можно... Да, чуть-чуть откидываем, и тогда мы можем вставить там отвертку, чтобы... Да, то есть, здесь вот удобно в этом плане. Чуть-чуть удобней. Да, чем на других. Да, шимминг пока что не теряем. Нам придется сейчас проверить шимминг сразу. Ну, мы можем вначале все смыть. Да, мы же сейчас чистка, наверное, займемся. Проверим шимминг сразу, чтобы понимать, требуется его перешимить или нет. Посмотрим сами. Я предлагаю похоже, потому что мало ли мы... Ну, мало ли что там. Все равно потом разбирать, собирать. Ого. Что там? тапит под замену сто процентов. Свернул его. В принципе, у нас был небольшой, но он уже свернул. Кстати, тапит родной. Сразу вижу, джинджишный стоял. Ну, здесь, наверное, любой подойдет на третьей версии. Да, любой тапит третьей версии, потому что джинджи, в принципе, делают свои привода по-стандартным. Шестерни все оригинальные. Сейчас проверим, как они держались. Да, грязи очень много. Да, паха по-много. Очень глубокая очистка нужна. Здесь сразу видно цилиндровая группа камень. Так, все в смазке. Ого. Причем, кстати, мы, увы, это не показали, но придется насквы поверить, что в принципе выдавал 165-9 час. 165 метров в секунду он был последним замером. Показатели были стабильны довольно. Нозл тоже родной джинджишный. Ну, его может тоже, наверное, по замену, да? Мы посмотрим. Скорее всего, голова выдержит, голова лонокс. Возвремен цилиндр нормально. все в отмывку. Ну, цилиндр тоже был миненный. Цилиндр миненный, да. Так, отмывем детали. То, что мы сейчас имеем, это видно. Как оно фокусирует? Нормально проверим? Все хорошо. Что, гирбокс у нас реально грязный, сделаем глубокую очистку всех деталей, которые мы оставим. по-нас Provost. что спреция, Смотрите, не попробую. Ост Tigers, кое-какуйте, на рождении, на рождении, а не реальном, Продолжение следует...